Ну шо? Оливье съедено? Шампанское выпито? Что-то скучно стало? Ну что, я говорю вам добро пожаловать ко мне на Шанель канале! Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и конечно же красавцы, куда же без вас! Меня зовут Алена и я очень рада видеть именно вас на своем канале. Я сижу в домашней одежде, на мне очень интересный макияж. Ну в общем, я что-то старалась сделать новогоднее, но я надеюсь, вы оцените это. И это не пятно, а сердечко. Вот, видите, сердечко. Вот. В общем, в сегодняшнем видео у нас с вами будет покупка, 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 покупки из магазина Магнит Косметик. Видали? Тут новинки и также те продукты, которые я очень давно хотела попробовать. Точнее, тут все новинки. Я уже все попробовала, протестировала. И если вас интересует данная тема и интересна новая коллекция Beauty Bond, как называется? Best Friends Forever. Ну в общем, новая вот эта розовая линейка серии коллекции, то обязательно оставайтесь со мной. Ну и давайте первое, с чего я начну, это с вот такого банта. На самом деле, вся коллекция, которая представлена в магазине Магнит Косметик, я ее просмотрела. Я даже видела релиз перед выходом этой коллекции в инстаграме Beauty Bomb. В инстаграме, да-да-да-да-да, что-то заговариваюсь, но я не пьяная. Не надо говорить бред, я не пьяная. Просто я очень рада видеть вас в новом году. Так вот, я увидела фотографии, подумала, ага, что же мне нужно? Я захотела попробовать матовую помаду, я захотела купить себе вот этот бант и еще что-то. Но потом, когда я пришла в Магнит Косметик, я уже не нашла половину коллекции, потому что все это раскупили. Ценовая категория. Ценовая категория очень-очень сильно, я считаю, завышена за это качество. Ну, об этом все по порядку. Первый бант, вот так вот он выглядит. Стоит он 300 с копейками рублей, 350 где-то. Я его еще не распаковывала и хочу вместе с вами его распаковать и посмотреть, как же он будет выглядеть внутри. У нас тут такой зип-замок. Ага, да, только зип. Сейчас. Увыся. Ладно, вот так. Ага. Ну, честно сказать, на 350 рублей он и выглядит. Не сравнить его с бантами Омай Гад Дабл Дэр нет. По качеству банты от Дабл Дэр намного-намного лучше. Но это как бюджетный вариант тоже неплох. В принципе, у него бантик на проволоке. И вот такая, типа мини-маус. Ну, интересно. Ладно, буду использовать с удовольствием. Многие спрашивали, для чего мне так много бантов. Так вот, девчонки, мне нравится. Мне нравится каждый раз под свою домашнюю одежду надевать новый бант. Следующее, что я вам покажу из коллекции. Давайте сделаем вот так. Следующее, что я вам покажу из коллекции. Я приобрела аж три продукта. Не стала брать подводку штампик. Я не стала брать палетки для контурирования. Потому что мне они не понравились по качеству. И также палетка для теней. Тоже такого качества. Не очень. За 300, почти 400 рублей, мне кажется, можно на скидку взять мебелет. Так вот, взяла три продукта для губ. Первый. Это бальзам для губ. Кокобальм. Нежно ухаживает и увлажняет. Защищает губы от мороза. Он стоил почти 200 рублей. И там также, по-моему, есть какой-то сахарный скраб для губ. Но я на него не попала. Он стоил этот скраб для губ 121, по-моему, рубль. Так вот, бальзам. Очень приятно пахнет кокосом. Прям такая насыщенная душка. Он обычный, ничем не примечательный. Выкручивается. И что могу сказать? Он неплох. Вот это действительно неплохой продукт. Он ухаживает за губами. Он убирает шелушинки. Он их немножечко сглаживает. Да, однозначно имеет место быть. С удовольствием буду пользоваться. За 200 рублей нормальный такой формат. Тут у нас объем. Так, срок годности 12 месяцев с момента вскрытия. А сколько грамм тут, простите? А-а-а-а-а. Нету, да, сколько грамм? Ну, сейчас я выкручу вам и покажу, сколько тут его вообще в упаковке. Ну, в принципе, нормально. Вот видите? Еще выкручивает стик. Вот. Вот столько бальзама в упаковке. Если учесть, что я его использую где-то уже неделю, каждый день, с утра и вечером. И очень плотным слоем наношу на ночь, как маску. Ну, да, в принципе, имеет место быть. И бальзам сам по себе неплохо справляется со своей задачей. Дальше, что я вам покажу. Блески для губ. Ну, лип-глосс. Кто-то называет их бальзамами для губ. Есть в трех вариантах. Есть просто обычный прозрачный, без всяких блёздочек. Блёздочки. Это мое фирменное слово. Блёздочки. Без всяких блёздочек. Без никакого оттенка. Просто обычный прозрачный блеск. Есть также просто розовый. Такой типа похож на масло Vivienne Sabo. И вот такой вот розовый с вкраплениями блёздок. У меня оттеночек 03. Ох, ща они называются. Вот так вот выглядит этот блеск. И это единственный блеск, который я нашла. Потому что всё остальное было уже раскуплено. А так как это лимитка, то в принципе ждать пополнения коллекции не стоит. Ну что, ещё раз её завезут. Так вот, почему я взяла этот блеск, девчонки? Я не знаю. Это какая-то болезнь, честно. Болезнь на вот такие вот спонжики. Ну вот люблю я вот такие спонжи. Хоть стоя, хоть падая. Посмотрите, как он здоровый. И вот как выглядит блеск. Блеск тоже интересно смотрится. Не ощущается на губах вот эти блёстки. В отличие от предыдущей у них была коллекция с голубой крышкой. Так вот там блёстки, они действительно ощущались на губах. И очень сильно кололи губы. Тут нет. Тут очень такой вот деликатный блеск. Не смотрится на губах, как будто вы только что поели беляшек. Как бы нормально. И не сильно липкий. Вот смотрите вот. Чтобы вам показать, липкий он или нет. Так, фокус есть. Ага. И вот он. Не сильно, видите ли, липкий. И приятный. Очень-очень приятный. Губы за губами ухаживают, что немаловажно. В принципе, можно использовать как бальзам. И последнее из коллекции я вам покажу. Я увидела отзывы, что эти помады невероятно стойкие. Эти помады хорошо смотрятся на губах. И я решила попробовать. Это матовые помады. Forever Best Friends. По-моему, вот так вот у них коллекция называется. Оттеночек у меня 0.3. Там есть всякие разные нюдовые оттенки. Первый он более кремово-кофейный. Второй он более такой вот тоже с рыжинкой. У них вообще все нюды с рыжинкой. Но я взяла третий. Там еще даже есть черный. Представляете, черная помада. Так, это мат Long Lasting Lipstick. Вот такая помада. Она стоит 300 с копейками. 350 где-то рублей. И, ну вот честно, это лично мое мнение. Опять же, ни с кем спорить не буду. Мне кажется, это дофига за вот эту помаду. Во-первых, у нее она абсолютно не стойкая. Она не выдерживает перекус. Она у меня сейчас находится на губах. И поверх у меня нанесен топпер от Shine Bambita. В общем, я вам показываю. Те, кто смотрит меня постоянно, я вам показывала коробочку красоты совместно с блогером Лисы. И там как раз-таки была вот эта вот помада такая блестючая. Топпер я его называю. И поверх у меня нанесен вот этот вот топпер и вот эта помада. Что могу сказать? Мне не нравится ее стойкость. Как я и говорила минуты ранее. Мне нравится стойкость, потому что она моментально сходит с губ. То есть, если буквально вы кушаете, разговариваете, она вот тут вот сходит. Это первый момент. А второй момент, мне не нравится ее текстура. Текстура, да, муссовая, но она полупрозрачная. И если вы... Она тонко очень ложится на губы. И если вы нанесете это все дело на трещинки или еще на что-то, то все. Туши свет, бросай гранату. Она полосит. Вот видите, такой вот. Вроде бы в упаковке, смотрите, розовая. А по факту она такая с рыжинкой легкой. Ну, в принципе, помада мне по цвету нравится. Но мне не нравится она по текстуре. И мне кажется, это дофига за 300, почти 400 рублей купить такой продукт, который плохо наносится на губы и немножечко как бы полосит и плешит. Мне кажется, это дорого для этой помады. Поэтому нет, я бы ее не рекомендовала вам. Этот цвет я буду использовать, потому что у меня такого оттенка нет. И мне нравится, как он смотрится на моих губах. Но мне кажется, можно за эту сумму найти помаду достойнее. Там, не знаю, добавить 100 рублей, купить себе то, что вы хотите. Тоже в бюджетной стоимости. Ну, однозначно мне... Я еще на тестере, когда посмотрела, думаю, что-то они какие-то плешивые. Ну, думаю, ладно, это может быть тестер. 150 человек подошли, открыли, закрыли. Но потом я подумала, думаю, ладно, возьму, возьму, попробую. Все-таки как-никак. Пробовать что-то тестировать надо. В итоге беру и понимаю, что я была права. Тестер меня не обманул. Дальше что покажу? Так-так-так. Покажу вам фиксирующий спрей. Это тоже новая линейка от Диваж. К косметике Диваж я отношусь так. 10% продукции мне нравится. 90% мне не нравится и не подходит. Ну, тут вышла новая линейка. Называется она Beauty Face Killer. Ну, бьюти как-то там вот так называется. Там есть хайлайтер жидкий, который просто... Это чисто блестки с такой гелевой основой. Есть еще что-то. А, блески для губ. И вот такой вот спрей вышел. По крайней мере, то, что видела я. Диваж спрей для фиксации Beauty Killer. Например, девчонки, стоит он 300 с копейками. Упаковка очень простенькая, я считаю, за эту сумму. Взять тот же самый Catrice. У него упаковка поинтереснее, мне так кажется, чем вот это. Это просто как вот эти тюбики продаются для того, чтобы косметику перевозить с собой. Там какую-то, да, переливать дорожные наборы. Вот что-то наподобие. Можно было бы что-то и поинтереснее за эту стоимость сделать. Как бы 400 рублей. Окей. По поводу спрея. Он имеет мелкодисперсное распыление. Это плюс. Потому что чем грешат такие вот спреи? Тем, что они дают вам струю, которая прям в нос вам идет. И все, они распространяются по всему лицу. Тут мелкодисперсное распыление. В принципе, макияж фиксируют неплохо. Но у меня претензии к упаковке. Кстати, ничем абсолютно не пахнет. В составе у нас идет вода. Также идет касторовое масло. Еще какие-то масла. И производство у нас изготовитель КНР. Вы понимаете, да? Китай, в принципе. С чего можно было ожидать. Но к упаковке есть претензии. А так, в принципе, спрей сам по себе неплохой. 300 с копейками стоит. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Что вам показать? Что вам показать? Давайте покажу вам мне декоративную косметику. В общем, купила я вот такой блюдце. Но это не блюдце. Это подсвечник блюдца стекло. Подсвечник. Материал изделия из листкового натриевого стекла. Для чего я купила такой подсвечник? Вы думаете, ставить свечи? Нет. Я купила его для своей мамы. Она занимается маникюром. Что-то смешает. Какие-то два оттенка гель-лаков. Обычных лаков для дизайна. Я у многих нейл-мастеров видела вот такие блюдца. И мне кажется, ей тоже пригодится. Тем более, она стоила 80 рублей. Дальше взяла я точилку от Fashion Care, Face Cosmetics. Это тоже Китай. У меня есть спонж. А это я взяла точилку. Она стоит 41 рубль. Вот такая розовая. И как я выбираю всегда себе точилки? Чтобы у них была вот тут вот крышечка. Чтобы когда я точила что-то, у меня это все не высыпалось наружу, так скажем. А тут у нас, во-первых, идет крышечка. Во-вторых, у нас тут вот такие заглушки. Давайте я вам покажу, что я говорю-то. Еще и стоит 40 рублей. Почему бы и не дам. Вот. Вот такая точилка. То есть она спокойно открывается. Вот она фиксируется. У нас такие силиконовые штуки. Вот. Открывашки. И как бы вот так вот взяли. Подточили что-то. Выбросили. И снова закрыли точилку обратно. День неплохая. Кстати, бюджетная хорошая точилка в розовом цвете. У нас все сегодня в розовом. Поэтому окей. Дальше. Моя любимая маска. Я ее повторяю, наверное, раз пятой. Серьезно. Это Libre Der маска питательная. Многие у меня спрашивали, какую бы я питательную маску им посоветовала. Девчонки, Libre Der питательная маска. Одна из самых моих любимых, лучших. Я обожаю, люблю нежную любовь. И сейчас, по-моему, еще продаются вот эти подарочные наборы. И как бы люблю ее. Это единственный, наверное, продукт от марки Libre Der, который мне действительно нравится. Я брала у них EyeVid. Просто уход за лицом. Нет, мне не подходит. А вот эта маска действительно крутая. А маска питательная есть еще увлажняющая. Но они, кстати, то появляются, то исчезают из магазина Magnet Cosmetic. Поэтому их очень тяжело найти. Маска питательная замедляет процесс старения кожи, препятствует появлению мелких морщин, улучшает тургор кожи. Вот такая маска. Многие писали, что она пахнет как-то не так. Нормально она пахнет. 75 мл. Стоит на скидках 160, по-моему, рублей. Я за нее отдала. Она у меня очень быстро уходит. Потому что на зиму это идеальнейшая маска. Я ее люблю. Вот. Фокус. Есть. Я ее люблю. Тут у нас все фольгировано. И сейчас... Но она пахнет как грифель карандаша. Вот если когда-нибудь ощущали эту отдушку, то да, однозначно как грифель карандаша. Она пахнет, но она за буквально 15 минут полностью впитывается в кожу. Вы смываете просто остатки. Можно снять обычной бумажной салфеткой. И очень хороший эффект. И последнее, что я вам покажу, это новинки от Evelyn. К нам завезли наконец-таки какие-то новинки. Потому что в инстаграме Evelyn, не инстаграм Evelyn Russia, а обычная просто Evelyn. Очень-очень много новинок всяких разных. И палетки теней, еще что-то, и какой-то уход. И ты думаешь, боже мой, когда же, когда же дойдет до нас это чудо. И чтобы попробовать. И вот, наконец-таки, дошло. Я взяла статиновый BB-крем и корректор. Тут не бельмеса по-русски. Нет, кстати, нет. Консилер под глаза. Тиночек 01 Magical Perfection называется. Вот, посмотрите. Вообще ничего по-русски, видите, нету. Ну, думаю, окей. Как бы сзади есть. И хорошо. Вот так. Что могу сказать по поводу этого консилера? Ну, такой тюбик. Маленький. Как крем под глаза. У него есть как плюсы, так и минусы. Плюс. Какой я заметила. Так, фокус. Какой я заметила плюс. Мне, во-первых, нравится упаковка. Мне нравится этот носик. Что я могу дозировать, сколько мне нужно на руку. И затем постепенно по хлопающими движениями носить под глазки. Под глаза этот продукт очень хорошо подходит. Но, однако, он не маскирует какие-то недостатки. То бишь, это синьки под глазами, еще что-то. Вот, смотрите, как он выглядит. Ну-ка. То есть, если его распределять по хлопающими движениями аккуратненько. Он очень тонко ложится. Он не фиксируется абсолютно. То есть, его нужно припудривать по-любому. Но он и не подчеркивает какие-то морщинки. То есть, подойдет для возрастной кожи. Но, опять же, никаких там магических эффектов на ваших областях под глазами не будет. Потому что, ну, как бы... Вот, знаете, 50 на 50. Звонок другу, помощь аудитории. Нет, я бы его больше не повторила. Мне кажется, есть консилеры достойнее. Все-таки основная функция консилера должна быть в том, чтобы маскировать круги. А иначе зачем его наносить? Можно также тоналку нанести. Тональную основу, которую вы наносите на все лицо, нанести под глаза тот же самый эффект. Поэтому нет, в нем смысла нет. Однозначно, эта новинка, я считаю, провальная. И также, я считаю, то же самое по поводу этого BB-крема. BB-крем многофункциональный. Тут, кстати, все по-русски. Тональный крем с увлажняющей сывороткой. Гиалуронная кислота антипульши. 001 Ivory SPF 10. В принципе, как всегда в классической, в обычной традиции Эйвелин, так скажем, в классической традиции Эйвен. Эйвен, господи. Причем тут Эйвен? Эйвен. Тут 100-500 обещаний, что устраняет несовершенство, сокращает поры, заполняет морщинки, обеспечивает длительный увлажняющий эффект, питает, тонизирует, повышает эластичность и упругость. Боже мой, зачем люди к косметологам ходят, если все вот Эйвен за 100 с чем-то рублей. Выравнивает рельеф. Угу, конечно. Защищает от воздействия солнечных лучей, устраняет стянутость и сухость. Вот с последними двумя пунктами я согласна. Он устраняет стянутость и сухость. Он подойдет для очень сухой кожи, для чувствительной. Он ничего не маскирует, к сожалению, вообще абсолютно. То есть он ложится такой вот глянцевой маской на вашей кожу, полупрозрачной. И затем он очень сильно подчеркивает рельеф. Вот вообще очень сильно. Такое ощущение, что у вас кожа постарела лет на 5. Вот серьезно. Еще раз вам его покажу. Не советовала бы его покупать. Он не фиксируется абсолютно. Он сатиновый. Он ничего не маскирует. В принципе, смысла в нем нет абсолютно. Вот вообще, от слова совсем. Только вот, я говорю, прозрачная такая маска. Вот если его распределить. Думаю, видно, да, будет? Но на руке он хоть как-то видно его. Но на лице его, к сожалению, не видно. Вот видите? Как маска такая глянцевая на коже. Что могу сказать вообще по поводу бибикремов? Я понимаю, что основная функция бибикрема – это больше как чуть-чуть тонирование с ухаживающим эффектом. Но тут, как бы, нужно знать золотую середину. Мне очень редко попадаются именно хорошие бибикремы, которые именно не подчеркивают рельеф кожи. Но вот этот, к сожалению, нет. Мне не понравился. Так же, как и консилер. И последнее, что я вам покажу – это матовые помады. К нам тоже приехали. С гастролями, так скажем. Матовые помады есть в нескольких оттенках. Буквально я насчитала где-то 9-10 штук. Я взяла самый нейтральный. У меня оттеночек 0,4. rose. И что могу сказать? Есть у них матовые помады в единичном исполнении, то есть соло. А есть вот в такой вот упаковке. Девчонки, я думаю, многие знают уже. Я уже показывала. И вы, в принципе, сами, наверное, покупали. Они идут. Это, по-моему, Makeup Kit называется. Matte Lip Kit, извиняюсь. И тут у нас идет карандашик и матовая помада. Вот карандашик у них очень часто не совпадает с оттенком матовой помады. Но, однако, там матовые помады намного суше и лучше. Они смотрятся на губах именно как матовый продукт. А вот это, вот это, это матовый продукт, который растекается по губам. Вот серьезно. Он становится матовым, да, он хорошо ложится. Очень-очень ровным слоем, в отличие, опять же, повторюсь, от Beauty Bomb. Очень плотно. Но я, когда его носила на себе, на губах я имею в виду, тестировала, я поняла, что у меня вот тут вот потек цвет. Я не могла понять, почему матовая помада течет. А как бы контур начинает постепенно как-то размазываться. Сходит с губ сразу же. То есть это не стойкий продукт. И вот, к примеру, взять, давайте возьмем мой любимый оттеночек. Не 0,7, а 0,4. 0,7, он такой более светлый. Ой. Вот он. В сравнении. Вот вам покажу с кита. Вот с лип кита. И вот в обычном исполнении. И тут матовая помада такая же плотная. Да, она суховата. Да, она как бы подсушивает губы так конкретно. Но мне нравится больше, как она выглядит на губах. И по стойкости тоже она мне больше нравится. Видите, она более прозрачная, чем... Сейчас будет фокус. Вот, я думаю, видно. Она более прозрачная, чем вот эта помада. Это, конечно, более насыщенная по пигментации. Но по носке она мне понравилась меньше. Ну вот и все, мои куколки. Вот такие были покупки, новинки. И мое мнение о продукции из магазина Вагнит Косметик. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Смотреть их первыми. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока. Бамбалаева. 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 Продолжение следует...